Пенсионерка из Челябинска стала известна на всю Францию. Известная газета посвятила старушке целый разворот. История южноуральской бабушки до слез тронула европейцев. Все дело в том, что свою сестру, с которой она потеряла связь во время Второй мировой войны, она нашла спустя 78 лет. Все подробности в репортаже. Вот так выглядит разворот известной французской газеты «Ля Круа». Табличка с надписью «Челябинск» и встреча южноуральской пенсионерки с родной сестрой. А все началось с выпуска программы «Жди меня». Мама была, папа был и нас четверо. Я, Галя, Юрочка и Юля. Вот четверо было. Я мечтаю всех найти, своих родных. Но я искала, даже написала в милицию. Понимаете? Розалине Павловне 94 года. Но когда она пришла на телепередачу, выяснилось, ее тоже ищут. Мне сказали, Роза погибла. Прямое попадание бомбы в церкви, где она работала. И Роза погибла. Потеряли сестры друг друга еще в 42-м году. Из-за бомбардировки немецкими войсками Ленинграда Юлью увезли с семьей в Узбекистан. А потом она поселилась в Пензе. А вот Розалина была эвакуирована в Челябинск. Все это время сестры искали друг друга. И вот нашли. Расстались мы. Ну, ей лет 17, наверное, вот так. Ну, я не знаю, сколько. А теперь дряблая старушка будет. Я не могу об этом говорить спокойно. Мы все вместе с этими маминами рассказывали, что была семья счастливая в Сталинграде. И в один день все это порушилось. И вот долгожданная встреча сестер спустя 78 лет. Слез не смог сдержать. Ну, кто? Тихо, 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 не переживай. Юля. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Возьму маму, тихонько, тихонько. Правда, спустя пять месяцев 92-летняя Юлия Харитонова скончалась. Правда, чтобы не травмировать бабушку, 94-летней Розалине Павловне о смерти сестры решили не говорить. Но дети и внуки...